Работа экспертов-криминалистов, которую так любят показывать в российских сериалах, значительно сложнее, чем принято думать. Определить ДНК на месте преступления невозможно. Поэтому большая часть работ, а это долгий и трудоемкий процесс, происходит в лаборатории. Именно здесь мы сейчас и находимся. При помощи искусственного света видим на клинке ножа наслоение вещества бурого цвета. Подразумевает, что это кровь. Посредством ватных палочек и дионизированной воды субстанцию переносят в стерильную пробирку. Подобная процедура ждет и останки, предположительно, человеческие кости, найденные на месте преступления. Это необходимо, чтобы в дальнейшем выявить ДНК. ДНК – это кислота, по сути, дезоксирибонуклеиновая кислота, которая содержится в клетках различных тканей нашего организма. Непосредственно она содержится в ядре клетки. И содержит всю генетическую информацию, то есть весь ДНК-код, получается, всего нашего организма. Эта кислота позволяет определить личность жертвы или преступника со стопроцентной вероятностью. Однако, прежде чем вычленить ее, биологический материал должен пройти еще целую серию исследований. Если с кровью можно работать почти в чистом виде, то кости измельчают в порошок, а затем с помощью магнитных частиц выделяют ДНК. Все ДНК, которое у нас есть в пробирке, оно выделяется в свободный раствор, потом отмывается, потом добавляются специальные магнитные частицы, которые связывают все ДНК, которое есть в большом объеме раствора, переносятся в малый объем. После отделения магнитных частиц эксперты получают чистый раствор ДНК, его перемещают в амплификатор. Аппарат определяет качество и концентрацию макромолекулы. Следующая ступень – полимеразная цепная реакция или, проще, клонирование ДНК. Мы из двухцепочечной молекулы ДНК делаем одноцепочечную и синтезируем последовательность ДНК. То есть делаем из одной цепочки миллиард копий. Затем криминалисты переходят к финальной цифровой стадии – изучению локусов. Так называют местоположение генов на картах хромосом. Именно с их помощью определяют принадлежность биоматериалов конкретному человеку, а следовательно помогают раскрывать преступления. Это преступления против личности, преступления против половой свободы, это глава 18 Уголовного кодекса, а также тяжкие, особо тяжкие преступления против собственности. Это кражи, кражи из квартир, кражи из помещений, а также грабежей и разбоя. Но также, говорит Илья, их ведомство позволяет предупреждать преступления. Ведь зная, что следы с места происшествия будут изучены, а ДНК определена, потенциальные нарушители закона могут не решиться его приступить. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова